Всем привет! С вами Ольга Чернова, моя огородная азбука, раздел огородная кулинария. Сегодня у меня очередное блюдо из кабачков, кабачки жареные. Это, конечно, классическое блюдо, все умеют его делать. И если в предыдущий, перед этим я делала пюре из кабачков, то там я отваривала и мне нужно было, чтобы они развалились и стали пюреобразные, то здесь наоборот, нужно, чтобы кусочки кабачков сохранили свою форму. Как всегда, начинаем мы любые блюда из кабачков с того, что его нужно сейчас разрезать на части, удалить шкурку и порезать кубиками. Разрезала кабачки, сейчас уберу семена, измельчу помельче и уберу шкурку. Обжариваю кабачки так же, как картошку, на раскаленную сковородку немножко масла и жарить. Тут важно, чтобы они стали не тушеными, не в пюре превратились, а именно жареными. Не снимать очень сложно, уже потягает сразу. Вот такие получаются жареные кабачки, именно правильно пожарены, с поджаркой. Я вот сегодня сделала натуральные, без всяких приправ, без обжаренного лука, без моркови, просто кабачки. Это у меня будет гарнир к печеночному гуляшу. Вот такие кабачки, прекрасное дополнение к любому горячему мясному блюду. Великолепно все сочетается. Кабачки, они нейтральные, но если вы хотите, их можно поперчить, добавить туда пережаренный лук, усложнить гарнир. А я люблю вот такие натуральные, именно со вкусом кабачка. Ну и, конечно, гуляш печеночный, там уже есть у меня и морковка, и лук, и все остальные дополнения у меня в гулиши. У меня жареные кабачки никогда не бывают лишними. Вот, например, еще один вариант использования жареных кабачков. Сейчас приготовила быстро завтрак на двоих из яйца ветчины. И чтобы он не оказался очень таким тяжелым, и облегчить его, чтобы немножко, добавила кабачков. Прекрасно сочетается и с мясом, вот эта ветчина обжаренная, и с яйцами. И еще, конечно, небольшой штрих. Хочется добавить еще вот такую вот вишенку на торте. Сейчас на торте сейчас порежу помидор. Вот это красавец, американский ребристый, который долежал у меня, вот сейчас конец октября. Он сам дозрел, зеленым снимала. Как раз вот его здесь и не хватает. Очень люблю томаты, которые дают фигурную такую нарезку. Смотрите, как он украсил сразу блюдо, и даже никаких дополнительных украшений больше не надо. Сразу у нас на нашей тарелке для завтрака расцвели красивые красные цветы. Это вот американский ребристый внес такую позитивную нотку в наш завтрак. В этом году еще рефруфлет, такой же сорт у меня появился, красно-рифленый. Именно томат, который дает нам цветы, цветочный орнамент при нарезке, вот такой кружевной. Все, ой, уже кушать хочется. Все, приятного аппетита. Вот такие разные жареные кабачки можно использовать и с гулешом, можно использовать просто во время быстрых завтраков. А если честно, можно просто пожарить и съесть как полноценное блюдо. То есть будет монокабачок. Кабачок и больше ничего. Все, до свидания. Сейчас мы будем завтракать. Забыла сказать, что вот этот прекрасный томат, сорт американский ребристый, показал очень хорошие качества. То есть снятый зеленым, прилежал больше месяца, поспел, не потерял своих качеств. Вот томатный такой, истинный томатный вкус. Держит форму, все прекрасно. Так что еще один сорт для хранения. Мякоть плотненькая, несмотря на то, что внутри он, видите, как сильно у него большие вот эти семенные камеры. Но держится очень хорошо, вот прям плотный. Даже не подумаешь, что сейчас конец октября.